Удар был такой силы, что осколки от покорёжных автомобилей разлетелись по всей проезжей части. По рассказу водителя Шкоды, ехавший ему навстречу Мерседес, двигался на высокой скорости. Однако управление машина потеряла, скорее из-за беспечности сидевшего за рулём молодого человека. Настоящим везением можно назвать тот факт, что машины не сошлись в лобовом столкновении, иначе без пострадавших бы тут не обошлось. Вот его левым задом, мой, меня. Сколько по-вашему он ехал? Ну, скорость была высокая, но он ещё дрифтовал, короче. Несложно представить, что именно при дрифте задняя часть Мерседеса оказалась на полосе встречного движения. В ходе этой аварии Шкода, как, впрочем, и Мерседес, едва не лишилась колеса. Даже после удара машина предполагаемого виновника ДТП ещё несколько десятков метров катилась по встречке. Ну, трезвый, наверное, так и не повел бы себя. Почему вы так думаете? Ну, я не знаю, как это. Факт нарушения правил водителя Мерседеса, конечно, очевиден, но вот обвинить его в употреблении спиртного нельзя. Человек был трезвым. Так что выводы водителя Шкоды основаны скорее на эмоциях. Зато с уверенностью можно сказать, что случай уберёг жизнь обоих водителей. Несмотря на серьёзные столкновения, никто из них не пострадал. А вот их машинам досталось, как говорится, по полной. Дарья Петрова, Искандер Тулбаев и Сергей Ткаленко. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нём узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте. Мобильный репортер 24.